Я уверен в этом водоеме на 200%. Именно так размышляют рыбаки, выходя на лед в зимний период. Чаще всего жертвами коварного льда становятся любители зимней рыбалки и дети, случайно попавшие в полынью. И если за вторыми должны хорошо присматривать родители, проводя с ними воспитательные беседы, то с рыбаками ежедневно общаются сотрудники МЧС. Проводим сегодня профилактический рейд. В преддверии выходных дней еженедельно усиляемся мы в выходные дни. И инструктируем любителей подлодного лова, раздаем листовки, чтобы вы соблюдали безопасность при проведении рыбалки. В памятках говорится о том, как правильно выбираться из полыньи. Кроме того, описываются те места, где можно в нее попасть. Самые опасные места на водоемах находятся у береговой линии, в местах скопления снега, у зарослей камыша и тростника, в местах, где бьют ключи, впадают ручьи и реки, а также у стоков заводов и ферм. В подобных рейдах спасатели всегда напоминают о том, что рыбакам необходимо иметь с собой средства спасения. Надо с собой иметь хотя бы веревку. И каждый человек должен соблюдать меры безопасности для себя. Погода переменчивая, толщина льда тоже меняется. Вот мы сейчас померили ваши очередные лунки. Вот сейчас на данную минуту составляет 25 сантиметров. Не везде толщина льда одинаковая, а в тех местах, где ставили сети, сейчас его почти нет. В том случае, если пройдет снег, эту яму люди могут просто не увидеть и провалиться. В таком случае может помочь конец Александрова, который утопающий может накинуть на локоть, а окружающие смогут его спасти. Так веревка не будет проскальзывать в руках. Важны быть, конечно, и жилеты. В жилете есть свисток, когда отдельно сидящий уже рыбак там попадает в ситуацию непростую. Мог свистнуть, позвать себе на помощь. Когда есть веревка, кинул там соседу своему и, конечно, спасется. Все эти меры безопасности написаны на основе реальных событий. В этом году в Рязанской области уже случился несчастный случай. В выходные в Шиловский район приехала группа рыбаков на автомобиле из города Рязани. Разошлись по пойме реки, начали ловить. Каждый в разных местах установил свои лунки. Когда уже начало теметь, в сумерках, начали собираться. Один из рыбаков наиболее удаленном месте ловил рыбу. И когда он шел в своей группе, он провалился под лед и утонул. Тело погибшего достали водолазы. Помните, безопасности необходимы тем, кто любит покататься на коньках на водной поверхности. Я сейчас обращаюсь в том числе и к родителям. Нельзя детей без присмотра выпускать на лед. Надо наблюдать за ними, надо смотреть. И в преддверии новогодних праздников тоже предупреждаемся. Мы будем усилять профилактические рейды на водоемах. Надо соблюдать свою безопасность. Сотрудники МЧС еще раз подчеркнули, что из-за переменчивой погоды выход на лед может быть опасным. А рыбакам пожелали хорошего улова. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».